Больше шестисотен многоквартирных домов начали капитально ремонтировать в прошлом году. И завершить все эти работы фонд Капремонта планирует до 1 июля. На замену лифтов, крыш, коммуникаций, а также укрепления фундаментов и подвалов потрачено больше миллиарда 700 миллионов рублей. Но горожане не всегда довольны результатом, отмечает Алексей Лагвиненко. Вопросы есть и к качеству, и главное – к обоснованности работ. Региональная программа капремонта принята еще в 2013-м, и за годы после нужды многих домов изменились. Например, начала течь крыша, а ремонтировать приходит запланированный фасад. Если вы уведомляете жителей о проведении капитального ремонта, и жители принимают решение о замене работ, у них есть такое право, вы должны менять работу или не должны? То есть жители будут наставить, будете менять? Да, в том случае, если те работы, стоимость тех работ, которые хотят, чтобы мы выполнили, собственники, ниже или равны по стоимости тем работам, которые у нас запланированы в региональной программе. О такой возможности знают не все собственники, да и вообще программу 9-летней давности пора пересмотреть, уверен глава администрации. Программа требует пересмотра, потому что, еще раз говорю, сегодня ремонтировать то, что было в 2013 году, а когда сегодня ситуация существенно ухудшается по многим домам, и вот мы получаем критику большую. Нужно все-таки точно все взять и активизировать. И пожалуйста, департамент ЖКХ, внесите это в протокол, и за моей помощью выйдем, давайте с ходатайством об изменении программы. Также Алексей Лагвининко напомнил, что собственники квартир в аварийных домах под снос имеют право вернуть деньги, уплаченные за капремонт, если ремонт этот не проводился. Но оформить возврат удается не всегда, и глава администрации поручил разобраться в причинах. Виктория Щетейна, Андрей Токарев, Первый, Ростовский.